Доброе утро! С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, почему штрафуют рыбаков в Новосибирской области, какую технику будут использовать аграрии региона, и стало известно, сколько зарабатывают работники торговли в сибирской столице. Жители Новосибирской области выезжают на реки и озера, несмотря на запрет. Только за февраль более 50 человек были оштрафованы за нарушение правил безопасности на водоемах в зимнее время. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Жителям области напоминают о том, что на данный момент в регионе работают две ледовые переправы между населенными пунктами Спирино-Чингисы и Ордынской Нижнекаменка. Только в этих местах на круглосуточной основе дежурят спасатели, имеется необходимое снаряжение для оказания помощи в случае возникновения происшествий и регулярно проводят замеры толщины льда. В остальных местах выезжать на водоемы запрещено. Агрария Новосибирской области занимается переоснащением технического парка. Предпочтения дают отечественным производителям. Говорят, что российские тракторы и комбайны не только не уступают по качеству зарубежной техники, но и в некоторых аспектах превосходят. О современных машинах для полевых работ расскажет Алина Штоклова. Светлый салон, аудиосистема, кондиционер и 420 лошадиных сил под капотом. Нет, это не люксовая авто, это современный трактор отечественного производства. Сельхозтоваропроизводители говорят, новая техника дает им совершенно новые возможности. Более мощный, проходимый и комфортный. Трактор 21 века уже совсем не похож на своих предков. В кабине вместо полметрового рычага переключения передач небольшой джойстик. Гидравлика, пневматика, все, чтобы людям было удобно. Опять технику беру нашу, российскую, не импортную, как некоторые там. Ничем она не уступает. Техника идет вперед. Люди работают. И людям надо, чтобы было приятнее было в кабине. Труд человека надо устраивать, чтобы человеку было охота работать и с желанием. Аграрии ценят и производительность, и долговечность техники. От этого напрямую зависит, сможет ли хозяйство зарабатывать. Вот этот кировец заменяет два кировца тех. Ну это уже плюс. Ну если он не будет ломаться, значит, долгота работы, значит, меньше затрат на наши плечи ложится. Современная техника уже хорошо показывает себя в полях. Например, комбайны по производительности в разы превосходящие машины прошлого поколения позволяют убирать урожай до последнего колоска в максимально короткие сроки. Поэтому техническое переоснащение сельского хозяйства – основное направление госпрограммы, на которое тратят миллиарды рублей ежегодно. Только в прошлом году удалось закупить почти 2000 единиц нового оборудования и машин для аграриев. Много внимания мы уделяем техническому переоснащению, потому что без этого невозможно ни применение самых новых, современных технологий, ни высокоэффективных средств защиты растений, ни цифровизации отрасли. Это основа основ, когда на полях работают широкозакватные, высокоэффективные, энергонасыщенные машины. В этом году курс на обновление планируют сохранить. В регионе должно появиться еще больше современных комбайнов и тракторов. Алина Штоколова, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Стало известно, сколько зарабатывают продавцы и кассиры в Новосибирске. Исследования провели аналитики портала работа.ру. Оказалось, что средние зарплаты в городе для кассиров начинаются от 15,5 тысяч в месяц, для продавцов – от 22,5. Но в Новосибирске есть и более высокооплачиваемые предложения. К примеру, продавец-консультант с плавающими выходными может зарабатывать до 71 тысяч рублей в месяц. Кассиры также могут рассчитывать на такую зарплату. Сеть продуктовых магазинов предлагает сотруднику съездить на вахту в Москву на месяц. Однако кандидатам нужно помнить, что высокий доход часто зависит от выполнения плана продаж. Новосибирские работодатели предъявляют кассирам и продавцам довольно стандартные требования. От соискателей ждут активности, внимательности, обучаемости и умения уживаться в команде. Кроме того, специалисты должны работать с кассой и терминалом, вести учет и проводить инвентаризацию товаров. Высшее образование и опыт приветствуются, но не всегда являются обязательными пунктами в таких вакансиях. Проанализировать архивные фотографии и вещи. Юных жителей региона приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе творческих работ к 75-летию Победы. Подать заявки могут подростки от 14 до 18 лет. Организаторы предлагают претендентам выполнить работу на одной из тем. Я смотрю на фронтовую фотографию. Семейные реликвии, военные трофеи, судьба семьи в истории страны, треугольники с войны. Прием конкурсных документов завершится 6 апреля. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Instagram. УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Доброе утро. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин. В этом выпуске вы узнаете, как идет подготовка к паводку в Новосибирске, почему хотят запретить продавать алкоголь в поездах и почему жители региона могут почувствовать недомогание. В Новосибирске ведется подготовка к паводку. Об этом отчиталась городская администрация. С дорог и дворов вывозят снег. На улицах расконсервировано 150 дождеприемников, в первую очередь в низовых и подверженных потоплению местах. Кроме того, проводят профилактические работы по промывке ливневой канализации. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц и аварийных бригад, укомплектованных необходимым инвентарем и техникой. В России хотят запретить продажу спиртного в поездах дальнего следования. Главная цель инициативы – борьба с хулиганством. Об этом рассказал начальник главного управления на транспорте МВД. По его словам, в прошлом году из-за распития алкоголя в вагонах и ресторанах было совершено более 8 тысяч преступлений. Некоторые из них привели к тяжким последствиям для пострадавших. Причем полицейский подчеркнул, что зачастую сами пьяные пассажиры становятся объектами злоумышленников. В Новосибирске поставили необычный спектакль. Бэби-театр «Мир сначала» решил доказать, что сказку можно сделать из чего угодно. О том, что ждет сегодня зрителей премьерного спектакля театра в кармане, расскажет Алексей Кудинов. В ходе фойе второго этажа театра «Красный факел» зрители просят разуться. Спектакль играет в пространстве для этого непредназначенным. Впрочем, мягкий пол, пронумерованные подушки, небольшая сцена превращают фойе в маленький театральный зал. Или в детскую, в которой две девочки по требованию няни пытаются читать книгу. Получается плохо, девочкам хочется играть. В ход идут перчатки, подушки, плетеные корзинки и другие нянины вещи. Мы приходили, вываливали клубочки, думали, а что еще у няни может быть? Ну, платок, ну, спицы, ну, что еще там может быть? Веер, может, у нее носки вязаны. Ну, то есть какая-то няня, которая вяжет. Вот просто ты сидишь, у тебя ничего нет. А у тебя в кармане может жить какой-то человечек, с которым может что-то происходить. То есть театр в кармане из ничего. Сама няня остается за кадром. Все действие держится на двух героинях, которые на глазах у зрителей создают захватывающую историю о приключениях маленького смельчака, борющегося со злой гусыней. Какое? Уютное гнездо. Ничем не знаю, нет. А там видит мама, но другая. Прощай, малыш, я улетаю. Ку-ку! Ку-ку! Этот спектакль создан при поддержке фонда президентских грантов. Сказка адресована детям детсадовского возраста и младшим школьникам. Но главное, спектакль можно показывать и зрителям с особенностями здоровья. Одно дело ребенок, ему сложно жить. Другое дело самой семье. Это для нее стресс, чтобы социализироваться в жизни, куда-то выйти. А наш проект, он собирает такие семьи. То есть тут происходит момент инклюзии, потому что у нас приходят и обычные семьи на наш проект. То есть мы, так скажем, смешиваем. И это просто приятно. Они потом радуются и видят вот эти счастливые глаза после проекта. И говорят, спасибо большое, что вы нас пригласили, что мы побывали у вас, пообщались. На спектаклях театра будут работать логопед и психолог. Их задача – наблюдать за такими семьями. И если что, помогать. Порекомендовать центр или специалиста, к которому можно обратиться за консультацией. А задача всего проекта – доказать, что в театр можно и нужно ходить с любыми детьми. Должны приобретать этот опыт. И пусть первые шаги. Кто-то высидит пять минут, кто-то десять, кто-то до конца просидит. Ничего страшного в этом нет. Это главное – объяснить родителям, что первый опыт не всегда бывает положительный, удачный. Но бояться этого не надо. Первыми спектакль посмотрели дети и знакомые авторов проекта. Увиденное обсудили, чтобы успеть что-то подкорректировать к премьере. Кстати, играть театр в кармане будут не только в «Красном факеле», но и на других площадках Новосибирска. Алексей Кудинов, Александр Миняйло, Новости ОТС. Помочь ветерану – дело каждого. Сотрудники МЧС призывают новосибирцев присоединиться к волонтерской акции. Огнеборцы в свободное от службы время помогают участникам войны очистить от снега и наледи придомовые территории, крыши домов и хозяйственных построек, а также решают другие бытовые вопросы. Будь то поход в аптеку или мелкий ремонт. Кроме того, спасатели напоминают пенсионерам правила пожарной безопасности и выдают памятки с телефонами экстренных служб. Чтобы присоединиться к сотрудникам МЧС, достаточно обратиться в ближайшую пожарную часть. Начало марта будет неспокойным для метеочувствительных новосибирцев. Мощная магнитная буря накроет землю уже сегодня и продлится два дня. Пожилые люди и дети могут почувствовать головные боли, недомогания и упадок сил, перемены настроения. В дни повышенной солнечной активности специалисты рекомендуют чаще гулять, правильно питаться и пить больше воды. Необходимо соблюдать режим сна и отдыха, а чрезмерных физических нагрузок лучше всего отказаться. Следующий метеоудар горожанам предстоит пережить 21-22 марта, но он будет не таким сильным. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети Instagram. УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Пирс ТВ. Доброе утро. Доброе утро. С новостями на канале ОТС Александр Журбин в этом выпуске вы узнаете, какие машины наиболее популярны у жителей Новосибирской области, во сколько обойдутся подарки мужчинам на 8 марта и о какой опасности предупредили россиян. В России зафиксирован рост попыток мошенничества с недвижимостью. За последние три года количество выявленных афер увеличилось почти в два раза. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной нотариальной палаты. Там уточнили, что за этот период больше всего фактов мошенничества зафиксировано в Новосибирской области, Башкирии, на Урале, в столичном регионе и Санкт-Петербурге. В организации отметили, что чаще всего они выявляют поддельные доверенности, документы о праве собственности, а также попытки предоставить паспорт другого человека. Проснулись раньше обычного. Роспотребнадзор предупредил о затяжном сезоне клещи. Продлиться он может 8 месяцев вместо 6 из-за теплой зимы. Как сообщили в ведомстве, в Новосибирске, в Московской области и Магнитогорске в феврале зафиксировали первые укусы людей. Обычно клещи выходят из спячки в апреле-май. В Новосибирске запустили новую линию по сортировке мусора. В будущем планируют установить такую технику и в районах области. О том, как происходит процесс сортировки отходов, и поможет ли он решить проблему городских свалок, расскажут мои коллеги. Загрузить мусор, прокрутить его, чтобы разделить по составляющим, а потом перебрать, извлекая полезное вторсырье. Эти передвижные сортировочные линии отечественного производства. Вот занимаемся, делаем чище в Новосибирске. Впрочем, мощности предприятия по сортировке мусора весьма скромные. Проба пера, скажем так, мощность каждой установки 25 тысяч тонн в год. То есть это ориентировочно 10% от того, что сюда поступает. Проба сил в мегаполисе интересна и областным властям. Проблема отходов не только у Новосибирска. По всей области приводят в порядок полигоны. Пытаются наладить и переработку мусора. Опыт эксплуатации таких линий позволит, скажем, тиражировать этот опыт в районы Новосибирской области, где в райцентрах они, скорее всего, будут гораздо уместнее с точки зрения объемов, проходящих через них. И все-таки для глобального решения проблемы мусора в Новосибирской области без строительства крупных предприятий не обойтись. В настоящее время идет активная работа по поручению губернатора о разморозке соглашения. Есть большое количество пунктов, по которым мы нашли компромисс с консессионером. Еще несколько пунктов в обсуждении. До завершения переговоров осталось немного. Март будет решающим месяцем. После подписания соглашения начнут проектные работы предприятий по переработке мусора. Константин Клещин, Александр Егоров, Новости ОТС. Доля праворольных автомобилей в Новосибирской области составила более 40%. Это выяснили аналитики портала DROM.ROM, проанализировав базу из 170 тысяч объявлений. Согласно статистике, за прошлый год жители региона продали почти 70 тысяч поддержанных машин с правым рулем. Самыми популярными моделями стали Toyota Corolla, Mazda Demi, Nissan Sunny, Honda Fit и Toyota Mark II. Спрос на такие автомобили, по мнению экспертов, объясняется тем, что они зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые машины по доступной цене. В целом аналитики отмечают стабильность на рынке вне зависимости от расположения руля. Новосибирцам бесплатно продемонстрируют новые фильмы об истории города. Премьера состоится 17 марта, но записаться на показ сотрудники музея советуют заранее. Авторы фильмов из цикла «Прогулки по Новосибирску» – историки Елена Воротникова, Алексей Авдеев, Любовь Писарева и Константин Голодеев. Вместе с гидами зрители смогут прогуляться по одной из самых красивых улиц Академгородка. Услышать рассказ о несуществующем городе, узнать окутанную тайной историю улицы Богдана Хмельницкого и окунуться в атмосферу страшных сказок и городских баек о Тихом Центре. Самые популярные подарки на Международный женский день – цветы и косметика. Аналитики посчитали средний чек в пределах 1000 рублей. В марте цветы покупают на 60% чаще по сравнению с другими месяцами года. Альтернатива, которая будет хранить память дольше – цветы и растения в горшках. Также можно поискать более оригинальный подарок. Например, книга или билеты в кинотеатр стоят примерно 600 рублей. Поход в салон красоты новосибирцам обойдется в 1500. На такой же бюджет можно рассчитывать и при покупке сертификата в магазин одежды. Средний чек на украшения – 3500 рублей. Аксессуары для мобильного телефона и умные гаджеты будут стоить в пределах 4500. И к этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты в социальной сети инстаграм УТС нижнее подчеркивание ТВ. Для вас работал Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok